Девак, друзья, казалось, задержались отнюдь аплодисментами в самом месте. Дима Павлов, Сергей Апломов представляет тот самый момент, который мы ждали не совсем еще. Не побоюсь этого слова. Легендарная личность у нас сегодня в гостях. Роман Беленков, чемпион высшей лиги КВН, участник команды СОК, самой знаменитой самарской команды КВН. Ваши аплодисменты, друзья. Привет. Как это было? Фига ты, подъявил. Самый знаменитый. Нет, нет, два момента. То есть, самый знаменитый и как это было? Самый знаменитый команды. Да. И как это было? Что было? Чего началось? Чемпионство. Чемпионство, да, про чем конкретно? Как пришел к этому? Как попал вообще в команду? Сразу попал высшей лиги, будет не секрет. На самом деле, многие завидовали, потому что команда существовала с 2005 года. Меня изначально тоже приглашали в 2005 году, когда собирали лучших из лучших, то есть со всех команд. Я просто не смог, не пошел с самим причином. А потом второй раз пригласили. То есть, это очень... Уже не мог отказаться. Уже как бы второй раз зовут, тем вот, ребята уже в телевизоре, конечно, там сразу пошел. То есть, ну, как? А как вообще пришел в юмор? То есть, не просто же так, а все было? Раньше был стэм такой. Он помнит, кто, да, стэмовское движение. То есть, вот... Дима помнит по-любому. Но в него я очень благодарен вообще судьбе, что я вообще поступил на спортфакт, что там были те люди, которые еще это стэмовское движение двигали. И прямо вот как бы на заре, на закате, в смысле, да, этого движения. В 99-м году я это все застал. Еще эти веселые самовары, какие-то фестивали стэмовские. А потом, в 2002-м году где-то, я сам узнал о КВНе, как сказать, что у нас он в Самаре есть, существует. И все, и все потихонечку-потихонечку начали, как бы, движение КВН заполонило у нас, в принципе, в городе. А скажи, ты вот сам сольно как-то выступаешь, либо вот участник команды, вот только совместно все проекты, свои какие-то отдельные там? Ну, я сольно нет, сольно никаких выступлений нет. Я больше какую-то такую режиссерскую деятельность, наверное, ушел, и сценарную, что-то написание, то есть каких-то там номеров, еще что-то помощь. Опять же таки, большинство, если не все участники нашей команды занимаются кураторством, то есть молодых команд, да, то есть написание как бы им какого-то материала, режиссирование. Ну, а вообще как-то изменился, Юмор, даже вот за то, ну, почти небольшое время, которое ты там находишь, как что-то или раньше, как сейчас, что-то изменилось, поменялось, это вот что? Вот сейчас, либо это все какие-то... Ну, скорость, скорость вообще подачи юмора изменилась, вообще квен меняется, то есть как Масляков сам со сцены сказал, квен уже не тот, и как бы это прям видно же и понятно, если им последить, как выступали раньше команды, как сейчас, то есть все очень быстро, то есть, мол, 90, за 5 минут надо очень много пошутить, поэтому... А именно про что шутят? Ну, наверное, все-таки раньше какие-то за основу были взяты все-таки какие-то литературы, да, мы какие-то помним там номера там «Утомленный солнцем», еще какие-то там «Уездный город», «Пельмени» какие-то, да. Сейчас-то в основном такие короткие, быстрые шутки, однодневки, связанные с новостями. А в связи с этим, редактура происходит этих шуток, да, то есть ты сам говоришь, злободневные там, и то, что происходит жестко, это как-то, ну... Это вообще на вкус, на самом деле, вот начиная от там нашей региональной лиги, да, в Самаре, до там любой другой, там уже есть иерархия, да, монополионик, то есть центральная, межрегиональная, телевизионная уже, да, там потом, и каждый редактор вот сам редактирует под свой вкус, то есть он хочет, чтобы у него на сцене были, был юмор про бомжей, он оставляет, то есть мне, допустим, это как бы, ну... То есть все на вкус редактора, да? Я не очень люблю, как бы, вот этот социум, там, ну, как-то это обшучивать, если это не очень оправданно, там, да, там, нравится кому-то в ВДВшнике, там, или еще, ну, то есть и так далее, и так далее, то есть, да, есть, конечно, то есть каждый может быть редактором на примитивном уровне, там, скажет, так, вот это шутки там нельзя пронежи пояса, это понятно, а дальше уже там какая-то моральная, наверное, человеко своя должна быть, про чем можно шутить, про чем нельзя, то есть. То есть все завязано на редакторе? Есть, да, есть шутки, которые протухают быстро, то есть ты там пытаешься что-то там выдумывать, сидишь, а какой-нибудь мальчик или девочка уже там, чик-чик, вконтакте пошутил уже там, новость какая-нибудь, да, там, Евровидение прошло, прям, бфу, сразу, кто кого-то... Навалили, вопрос из зала. В данный момент, да, вдохновение черпаешь сейчас? Ну, я говорю, на самом деле, все в юморе, в КВНе повторяется, то есть ты просто смотришь какие-то даже старые выступления, еще что-то, то есть это один, да, сегмент. Другой сегмент, юмор, надо просто, в принципе, следить за новостями, все вот, все вот сейчас перед нами было там, гости, связано с модой, да, то есть вообще в любую надо для написания шуток знать как можно больше, что происходит вообще в мире и новости и вообще, в принципе, что... Сдаются мне создали шутки после экиров наших руководов. Расскажи нам о секретах, что на... Написание? Да. Слушай, ну там очень много есть технологий написать шуток, я студентов заставлял просто садиться и писать шутку, то есть самое... Сюда, а как написать шутку? Есть целая книга, написал ее Марфин Чувурин, как там книга, что такое КВН, да, там все расписано, как вот логично, нужен заход, какая-то там история, потом конфликт там, а на самом деле каждый из нас шутит, в принципе, КВН это разговор в курилке, то есть вот, подковылка, вот это шутка. Единственное, теперь задача, задача это все сформулировать так, чтобы это на сцене интересно было, то есть не все, что сказал в курилке, смешно на сцене, это уже задача постановки, режиссуры, там вот, поэтому вообще очень сложная штука сценарий. Мы в свое время тоже не понимали, что это такое, нас, команда КВНСО, как и любую команду, курировали более опытные и старшие там авторы, которые нас, как этих слепых щенят, вот так вот надо, все, вот выходишь и люди смеются, как, а что? То есть осознание было, то есть там вот ребята рассказывали, я сам не играл в премьерке, после Поволжи попали в премьер-лигу, вот, не понимали вообще как, потом в вышку, а только в вышке они поняли, почему не премьер-ку выиграли, то есть вот, как бы они не догоняли, потому что их, как вот, ну не искусственно, а действительно большая машина, как бы, авторов, сценаристов работала, потому что невозможно, открою маленький секрет, просто кто-то, может быть, не знает, невозможно играть в высшей лиге и писать сам, 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 сам. То есть это профессиональный, как бы, как профессиональный спорт, как вы, в высшей лиге, то есть тебе, там, редакторы могут убрать там весь конкурс, допустим, и ты должен за ночь придумать новый, поставить его, выйти красиво и показать. Может, Масляков убрать за два дня до игры, а он сам редактирует, вот, и ты должен быстро переписаться, выглядеть без синяков под глазами, выйти еще и оторвать это все. Поэтому есть специальные люди, которые чуть-чуть-чуть успевают, там, что-то, какие-то зачистки делать. Я вам, друзья, хочу напомнить, то, что прямо сейчас у вас есть уникальная возможность задать Роману Беленкову, участнику команды КВН «СОК», вопросы, это прямой эфир в e-key.com.cultpod, прямо туда можете задавать вопросы свои, есть вопрос какой-то? Все-таки, куда люди поднимались, которые танцевали, так кто? Я перефразирую этот вопрос. Куда сейчас делись все люди, которые были в составе команды КВНСОК? Вот ты, например, занимаешься постановкой мероприятий. Кто куда? Колчин, редактор высшей лиги, да, стал? Ну, не только высшей лиги. Первой лиги здесь в Тольятти у нас проходят телевизионные лиги. Пред ступенька перед вышкой, да? Это все распространены, что там они сидят, просто говорят оценки. На самом деле они еще очень большую работу делают. Самую основную работу делают. Они основной фильтр, основной, конечно, Масляков. Они все подготавливают, а Масляков уже в конце вершит там судьбу. Где все? Зюзин, Лешка в Москве работает на ТМТ сценаристом, продюсером, автором. Мы, Сашка Юдин, тоже работает, пишет командами, работает редактором в разных городах. Волохов ведет различные... Снимается еще. Ну да, его там как более... В комедии вуман. Можем лучше, но он самый медийный человек в команде. Его узнают чаще, да, там, то есть его приглашали, там. Сейчас даже выйдет какой-то сериал, где он будет с Гаустяном там эпизодически выходить. То есть это человек, да. То есть каждый, кто что делает, кто родил, просто сидит с ребенком. Это про кукушки. Почему есть электронные сигареты, но нет электронного пивка? Ух ты. У меня 30 секунд есть, да? Ну давайте подумаем, я не знаю. В нашем мире все есть, на самом деле. Все можно купить. На Али. Когда уже сухая водка, сухую водку разбавляешь в воде, то есть и получается напиток. То есть оно, в принципе, изобретено. Ответ, короче, на Али есть все, да? На самом деле, видишь, на КВН не обязательно уже ходить в зал, да, там, на игры. Можно сидеть в интернете и шутить. Закинул, у тебя обсуждаются, какую-нибудь шутку там сказал. Кстати, как можешь прокомментировать такой всплеск движения стендапа? Который прям, хоп! Ну, привезли из океана. А почему раньше не привезли? У них же там это идет, там, с 70-х каких-то, по-моему, годов. Слушай, ну это вообще, может, мариновали, я не знаю. Ну, как, грубо говоря, камеди же тоже как-то, они же знали все там, придумывались потихонечку. Это как-то, то есть, может, стендап тоже определенного, я сейчас фантазирую, что, рассуждаю, может, чтоб они друг друга не съели, понимаешь, мало ли, может, у них там, они там, все эти ребята тоже выходцы из КВНа, продюсеры все, гарики. Раньше в советское время очень модно анекдоты были. Куда они пропали? Анекдоты куда пропали? Да, так же они же во всех газетах на обратной стороне, рядом со сканвордом. А вот в человеческом общении, да, как-то вот, меньше и меньше, меньше их рассказывать, с чем это связано? Ну, наверное, это вот есть некая, как вот, культура потребления, да, название у вас программы, то, что модно сейчас, наверное, прикольно, лучше какую-нибудь короткую шутку просто услышать, ее быстро рассказать, потому что искусство рассказать анекдот, вот у меня даже такого нету искусства, у нас Илья Алексеев, вот, единственный человек, который может так уморительно рассказывать, вот, это какой-то дар просто, знаешь, вот, в компании взять, рассказать анекдоты, я вот не умею. Поэтому, наверное, и пропадают эти люди, которые умеют клево что-нибудь взять, рассказать, да. Конечно, это больше технический прогресс, ведь раньше не было интернета, и люди передавали как-то сарафанным радио. Да, ну, я говорю, Блюз, я делаю вывод такой, что это все-таки нужна какая-то, вот, как минимум, память, актерка какая-то, взять и смешно рассказать так на публику, а я сказал тышку какую-нибудь короткую в интернете, увидел, опять же таки, ну. А шутить уметь, это тоже надо талант, либо достаточно грамотно рассказать текст, выбрать интонацию, ты умеешь шутить? Я? Можно ли научить человека шутить? Можно ли научить человека шутить? Школа юмора, ты к этому ведешься? Он, наверное, потом будет понимать, что он шутит, так сказать, то есть вот сейчас говорю, опять же, если я все так профессионально на квен переношу вопросы, да, то есть у нас очень много вообще телевизионных даже команд, которые, которым вот дают шутку, и они шутят, то есть как они актеры. А смешно от этого, что они шутят? Вот есть шутка, шутку можно, скажи, вот провали, да, хорошая шутка написана, вот, зависит от того, кто ее произносит. Конечно, конечно. Есть, есть шутка, которая априори будет смешна, это из разряда конкурса билотлом в КВНе, то есть это конкурс, всегда называется конкурс чтецов, то есть ее не надо играть, ее надо взять и прочитать просто. Правильно прочитать. Да, то есть там суметь прочитать. Обшаровскую птицефабрику уже вторую неделю топчет налоговое, ну то есть просто текстовая шутка, понимаешь, то есть ее не надо отыгрывать никак, то есть просто взял, прочитал. А есть, как бы, вот, допустим, команда КВН, там, из последних, да, в высшей лиге у нас сборная Мурманска, да, то есть там вот есть определенный ход, то есть этот Герман подает что-то такое, да, рассказывает, возьми, дай его текст любому. Естественно, это не смешно, там специфика есть. Совсем скоро будет концерт команды КВН СОК, где это будет, когда это будет. А я еще не рекламировал строчку. Ну, 26 ноября, в четверг, в «Звезде», в 19.00, можно сказать, эксклюзивный концерт в своем роде такой один будет, да, то есть мы собираемся, все съедутся, все, кто находятся, мы пишем новые номера в ремейке на старые какие-то известные номера, кто там фанат каких-то, да, там выступлений наших. То есть весь состав золотой будет там. Да. Вы не планируете потом покатить с гастролями, как вот? Ну, это вот такой вопрос, который мы сами себе сейчас задаем, и на него мы ответим сразу после концерта, потому что как мы реабилитируемся, как мы выйдем на сцену, то есть мы поймем сразу, какие у нас, как сказать, силы, как мы... То есть, а сцена все равно, она манит. Нет, ну, надо уметь держаться. Ну, да, вопрос еще один, послушайте. Какие персонажи сейчас в тренде, в котором мерчутся, например, в Ракутске? Много зарезают ли редакторы? Слушай, ну, разрешают, ты же, открыт, зеленый свет-то есть вообще, то есть шутите там, то есть даже когда в Светлогорске фестиваль, вот это был последний импортозамещение, да, в Светлогорске, все время в Юрмале проходил, тут в Светлогорске. Вот, и Путин посетил этот фестиваль и показали кусок, как он посетил фестиваль, именно когда команда Куэн-Союз там шутила на политическую тему, там поднимала, как это... Когда было? Плакаты, ну, вот, в этом году. И прямо, грубо говоря, там какая-то хат-чан-тян что-то, Обама там опять обоссалит, ну, Путин, молодец, наверное. И он сидит, я так, ай, стой, стой. Я не знаю, насколько это все, как сказать, вот, аполитично. То есть, но если брать пример наш соковский историю с тем танцем знаменитым, когда Медведев был президентом, то есть это вот как бы отголосок такого, да, то есть мы поняли, что на самом деле все доступно, все это, не надо ничего бояться, как там Первый канал перестраховался, там вырезал нам этот танец с Медведевым там, да, а потом... В интернете прям вообще фурор тогда произвел. Ну да, именно из-за того, что потом просто взял человека и с телефона запись скинул, нифига себе, а там, ну, просто был парадист. Провокационный вопрос. Не ставка ВН покупает или Алисон Людмит? Сейчас задаваем вопросы. Димка Буколчин, наш капитан и редактор высшей лиги, бы сейчас сказал, что так как он сейчас редактор высшей лиги сейчас покупает. На самом деле вообще вот никто не верит, такие, как сказать, машины с деньгами, как сказать, команды, которые хотели бы стать чемпионами, и там у них все были возможности, там ни разу не наблюдали, там, допустим, спонсор, там, а-ля, там, Касперский, или там просто какой-нибудь алмазный завод. Вот прям вот, например, не замечали раньше, то есть я прям делу давался, то есть, там, грубо говоря, там, казахи вообще приезжают, сами понимаете, кто там, смотри, сборная Казахстана, там, ну, понятно все, они, причем даже Масляков там дружат, но ничего нельзя-то там, все, вот это вот, сидит этот Энст, жюри, вот они, Энст, они. Ну, естественно, Масляков может сказать, ну, ребята, что-то классно. Ну да, но вот так, что прямо, понимаешь, такого нет, это все сказки. Ну, смотри, у нас в программе много было КВНщиков, стендаперов и прочих людей, относящихся к юмору, и с многими обсуждали тему КВНа, и затрагивали, в частности, команду КВН СОК, и команда еще была «Самарский самолет», да, и было такое мнение, что бюджет, потому что больше, поэтому вот СОК, а не «Самарский самолет». Если бы был бюджет у самолета, сейчас бы прям… Нет, это правильный, это правильный бюджет. То есть это правда? Бюджет нужен для чего? Для того, чтобы команда могла играть, вот и все. Вы знаете, сколько там выходит, обходится содержание команды, просто вот мотаться в Москву и играть даже? Нет, это говорилось про то, что про покупку шуток, вот про это вот все. Покупка шуток нет такого, опять же таки, ты придумываешь состав команды, придумываешь, кто у тебя режиссер, кто тебе помогает. Опять же, я же сказал, что сценарные группы какие-то, да, естественно, это все оплачиваемое, это работа людей, это реквизит, это гримеры, это огромная машина. Вот нас СОК называли машиной юмора, потому что у нас всегда было очень много реквизита, и это доставалось в последний момент. Пингвины появлялись на сцене, там, понимаешь, то есть вот какие-то катапульты огромные, там, еще что-то. Ну, все это, понимаешь, это кажется, что это там, одна игра съездил на две недели, и сколько это вот денег надо? А у каждой команды у них своя какая-то команда авторов, которые вот пишут для них все вот эти сценки, шутки? Ну, не повторяю, конечно. Есть какие-то авторы, которые сторонние, которые продают за бабки эти шутки, такие коммерческие авторы. Нету рынка. Нету? Мне вот эту шутку за 50, такого нет уже. То есть такого нет. Ты берешь каких-то людей, на которых вы все прекрасно знаете, там, у нас там помогали, там, Прима, там, допустим, из команды Квоим Прима ребята, да, то есть, ну, просто сам выбираешь просто, кто тебе поможет здесь, да, какой тебе нужен юмор, там, интеллектуальный. Давайте еще один вопрос. Нужно, сколько вас требует юмор Самария? Слушай, ну, как показывает практика, собирают уже МТЛ-арены, там, как сказать, вот, да, при Болкубе губернатор, там, второй год подряд уже, и вообще, какой-то такой, КВН всегда битком-зал, там, на лиге ходит, и юниор-лига, я как бы не даже не как реклама, а просто констатирую факт, да, что есть юниор-лига, есть все ступени, по сути, мы проторили дорожку туда, да, в высшую лигу, как бы всем глаза открыли, что, в принципе, вот, тем более, что там сидит свой, дяденька теперь, да, в редакторе, который может посоветовать, как правильно развиваться, там, да, на всех местах, поэтому, мне кажется, востребован и популярен КВН, то есть... А еще, там, вопрос, каким ты свое будущее видишь в юморе? В юморе, ну, я сейчас опять вернулся, меня опять попросили там с командой заниматься, попросили редактировать одну лигу, получается, я вроде как думал, сейчас вот отойду, там, буду заниматься какими-то, там, театр-опер-балета, постановка, день нефтяника, так, что мне, ну, то есть, там, режиссор, там, ну, куда-то уйти, там, да, в какие-то другие вещи, попробовать, там, снять какую-нибудь короткометражку, может быть, там, как-то проявить себя, там, да, и тут опять, там, тебя как, хэт, крючком, пойдем, то есть, так, ты помнишь... Да, то есть, правду говорят, что это некий наркотик, который вот просто со всех сторон, там, тебя атакует... Вот на этом хотелось бы закончить, да, друзья? КВН-ломка. Да, КВН-это некий наркотик, который тебя атакует, который не отпускает, но делает это... Из самых отъявленных КВН-наркоманов мы сможем увидеть 26-го числа команды КВН-соу, опять же в звезде. Да, здесь трезвые, адекватные люди, по крайней мере, один из них. Ну, и Сергей Абовов... По крайней мере, сегодня. Да, ну, это недолго, другого. А будем прощаться, друзья, мы увидимся ровно через неделю, в среду, огромное спасибо. Спасибо вам. Спасибо, Роман Геленков был для вас, друзья. Я не шумит радоваться и наслаждаться жизнью. В следующую среду увидимся, культура потребления. Это просто, просто слово наркотик. Наркотик. Наркотик.